Так, сейчас буду снимать оранжевую Юлю. Камера у меня чуть-чуть сбоку находится, вот с этой стороны. То есть я подальше штатив выдвинула и чуть-чуть сбоку снимаю. Жалюзи у меня открыты, но слегка вот края прикрыты, а так вообще окно открыто. И всю видеосъемку буду делать на расстоянии вот такой, как сейчас, приближать не буду. То есть вот рука входит в кадр и чуть-чуть есть место. И руку мне нужно держать, чтобы если по центру было, ну вот где-то над решеткой, вот в этом месте. И режим съемки у меня автоматический, а, ИА с плюсиком. Тут какая-то краснота в кадре, не пойму никак. Мне вот интересно, будут засветы или нет, потому что иногда кадры засвечены. Еще на этом режиме была цветокоррекция, и я добавила по максимуму на холодный цвет, потому что я вот смотрю, у меня руки какие-то красные. Еще поставила сенсорный этот, резкость, чтобы наводить резкость. Смотрите, есть такой? Не закрывай, а это, ну, чтобы опроветривался. Вот такой. Ну, так это, тебе для дачи-то, я не знаю. Для дачи, ну, я сегодня на даче, а так-то я для дачи. Вот такой, вот как на крышке. А это нету, знаешь, какой-то? Он какой-то розово-оранжевый. Вот этот розово-оранжевый. Вот этот. Вот там на типсах-то есть, достанька. Нет, вот связку типсов. Вот эту? Какую? Эту? Вот эту, да. Вот он, он какой? Вот этот. Да, а, давай. И эти как, да, цветы. А там, где цветы-то полностью или чего? На этом фоне или как? Или эти другого цвета и такие красные цветы? На этом фоне. На этом фоне, да. Чё-нибудь только беленькое, чёрненькое. И это можно попросить? У меня вот эти вот закрывали, это, лопаться. Вот эти четыре пальца вот потолще геля, можно? Угу. Первая серия, первый сезон, третья серия. А, третья уже сезон. Всем привет. Иногда меня спрашивают, как я произвожу съёмку. И вот в начале видео ставила кусочек, как я настраиваю камеру. Потому что я до сих пор не пришла к идеальным настройкам. Не всё меня устраивает. Результат съёмки я могу оценить уже во время монтажа. А монтаж я делаю не сразу. Поэтому могу забыть, какие настройки на камере были. Поэтому специально перед видео я прокомментировала, чтобы потом что-то подкорректировать на камере. Итак, клиентка попросила укрепить ногти гелем потолще, потому что, по её словам, ногти трескаются. Хотя я когда спиливала материал, никаких трещин я не заметила, ни трещин, ни от слоек. На указательном была старая трещина, которая укреплена чайным пакетиком, но она целая. То есть ноготь целый. А у клиента возникли ошибочные ощущения насчёт того, что ногти трескаются. И сейчас обратите внимание на большой палец. У кутикулы какое-то пятно. Чуть попозже я более подробно его покажу. И ещё интересный момент был при снятии материала. Я задела фрезой палец и поранила. В тот момент, как я подставляла палец клиентке под фрезу, она как-то дёрнула его, а там хватило буквально 5 мм движения. Ну, в общем, сами понимаете, что фрезой очень легко поранить, если клиент в этот момент двигает руку. В общем, произошло то, что я фрезой задела кожу клиентки. Не совсем я поняла, как это произошло. Я смотрела на повторе. То ли она приподняла руку, то ли я дальше, чем обычно, завела фрезу. Вообще у меня таких казусов не было пока ещё. У мастеров движения уже автоматические, и они видят, с какого места нужно начинать пилить. Ну, в общем, я не вижу здесь смысла искать виноватых. Что получилось, то получилось. Ударялась я тебе? Я не знаю, что это такое. Не ударялась? Не помню. Что, болит? Какой-то протест, ты едешь, а собрай кого-нибудь. Непонятно всех, ты не с вами понял? Как будто ударил. Это что такое? Вакуальные митинги. Людей нет и недовольство, да? Не пройдёт, да, теперь? Да. Отрастёт. Собрасти куда-нибудь. С большим пальцем тоже никакого криминала не вижу. Мне кажется, клиентка ударилась. А может быть и другая причина. Но копаться в этом тоже не имею смысла, потому что пока ничего страшного я не заметила, чтобы, например, отправлять клиентку к врачу. И в начале видео вы слышали, что она попросила укрепить гелем, да потолще. Я в первую очередь ориентируюсь всё-таки на желание клиента, а не на то, что мне будут писать, что ногти пирожки. Главное, чтобы клиент был доволен. И это моя основная задача. Ногти у неё мелкие, я бы сказала. И на такой поверхности ровно распределить гель тоже сложновато. Вот на удлинённой ногтевой пластине с модельной внешностью, как бы ни странно это звучало для ногтей, там да, там можно выложить гель красиво и ровно. И на этой неделе я заметила массовое помешательство вот на этом гель-лаке от Фиора. Что неудивительно, потому что он красивый, неоновый. Камера не передаёт, потому что цвет зашкаливает, слишком контрастный. Скоро будет обзор на посылку от Фиоры. И вот если будете покупать, то 61 номер тоже прихватите. Он очень красивый и ходовой. А дизайн здесь простой. Белый гель-лак я развожу стопом. На один ноготь наношу несколько мелких цветочков. Заполняю всё пространство ногтя. А на втором пальце рисую один крупный цветок и добавляю его парочкой мелких. После просушки беру неразведённый белый гель-лак и в промежутках между первыми лепесточками рисую второй ярус лепесточков, который получается чуть меньше первого. Здесь главное, чтобы лепесточки не слились между собой и не попали в центр. Музыка 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 После перекрытия топом, гель-краской Fenshing Maze Aliexpress я ставлю серединки цветочков и на крупном цветке добавляю третий ярус лепестков. Получается объёмный 3D эффект. Дизайн простой, быстрый, но симпатичный. Музыка 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 Я просто мучилась, но давайте об этом попозже. Здесь у нас от слоек не было, ногти крепкие. Ногтевая пластина длинная, поэтому я решила укрепить камуфляжным гелем. Тем более, что она попросила френч. Сначала она хотела голубой, но почему-то во время работы передумала сама. И попросила вот этот розовый, которым я делала оранжевую Юлю. Кстати, оранжевая не фамилия, это тоже прозвище, потому что она упорно называла розовый цвет оранжевым когда-то давно. Я ее записала как Юлия оранжевая, для того, чтобы не забыть, что это за клиент. Итак, перед нанесением френча я сняла липкость с геля, потому что по липкости гель-лак может потечь. Он, кстати, очень жидкий и витражный. Гель наношу по одному ногтю и параллельно покрываю белым цветом палец, на котором будет дизайн. Я хотела и предлагала клиентке более интересный вариант с 3D эффектом, потому что именно 3D эффект она выбрала у меня на палитре, но нет, она говорит, я вот хочу этот дизайн и все, и хоть ты тресни. Хоть я его сто раз и выполняла, но уговорить на более современный интересный меня ей не удалось. Мне ей не удалось. В общем, опять рисую веточки. Тоже разбавляю гель-лак с топом, только уже розовый. И после просушки беру гель-лак в чистом виде и наношу второй ярус листик. Субтитры сделал DimaTorzok чтобы дизайн уж совсем не был простым, решила добавить прожилку. И потом все это перекрою матовым топом. Дизайн, конечно, приятный, красивый, но я не представляю, как она будет носить белый ноготь под матовым топом. Он же пачкается. Я бы себе попробовала, но я сейчас копаюсь в цветниках, рассаживаю всякие цветы, овощи, фрукты. В общем, белый цвет мне пока не светит. А вообще дизайн тоже неплохой. И вот пришла третья клиентка. Ногти АТАС веселей рабочий класс. Половина ногтей была сломана. Те, которые остались, имели какую-то несуразную форму, которую я решила тоже подкорректировать. Обычно после укрепления гелем я опил не делаю, но здесь решила все-таки сделать, чтобы исправить форму. После спиливания покрытия я обнаружила, что и натуральных ногтей-то там осталось всего-ничего. На некоторых пальцах какая-то труха вместо ногтей. То есть там просто тряпочки, и оставлять их не хотелось. Я их впоследствии выпилила. Но так как я буду делать опил, изначально чистый маникюр я не делала, а только приподняла кутикулу фрезой цилиндром. Все фрезы я доставала абсолютно новые. Еще приподнимая кутикулу фрезой, я заметила, что-то не то, кутикула не поддается. Я пробовала ее и апельсиновой палочкой отодвинуть, и так и сяк. Вроде бы и фрезы-то не лысые были. Я на каждого клиента две фрезы беру, на одну и на другую руку. В общем, не брала ни одна фреза. Я при монтаже очень сильно увеличиваю скорость, поэтому, может быть, вам и кажется ничего, но я с таким трудом работала с цилиндром. В общем, я удивилась на тот момент. И вот, как вы видите, я уже нарастила ноготь, укрепила остальные тоже гелем, и теперь делаю опил, придаю им форму. И вот теперь пришло время окончательно доделать маникюр. Сейчас я взяла фрезу пламя, тоже новенькую, из упаковки. Она еще такая остренькая, но ничего подобного. Кутикула и боковые валики клиентки как будто были сделаны из такого вещества, который просто, в принципе, не поддается никакому абразиву. В общем, терла-терла я, мутузила-мутузила, но я же не могу два часа с одним пальцем сидеть, правильно? Я все равно переходила от одного пальца к другому, но я видела, что там оставались какие-то чешуйки. Вообще просто кошмар. Шарик тоже совершенно новенький, из упаковки. Не смог обработать чисто кутикулу тоже. Я терла-терла, я уже боялась, что я сейчас до дырки дотру. Нет, кое-как, кое-что я, конечно, убрала, но это было очень долго. Если на других клиентах раз-раз и готово, это вообще. Как будто... В общем, я не знаю, что как будто. Я была под таким впечатлением. Я пришла домой, и мы общаемся с мастером из соседнего города. Как раз она мне начала писать, что столкнулась с клиенткой, у которой такая же кутикула. Вот просто совпадение. Я оставлю скриншоты нашей переписки, что она считает, что дело в коллагене. Да, я, конечно, с этим сталкивалась и раньше, то, что кутикула не поддаётся. Но я как-то не замечала, на одном и том же это клиенте происходит, или на разных. Но время от времени действительно приходится с такой ситуацией сталкиваться, что ну никак не получается. Или получается, но приходится потратить неимоверно много времени и нервов. После опила, как бы ровно вы него не делали, всё равно приходится выравнивать. И сделала я это базой от Beauty Luxe. Заодно прошлась по ногтю возле кутикулы, ведь там покрытие пилочкой уже было снято, и там по-любому нужно было наносить базу. Кроме того, вот этот розовый, он же витражный, он хорошо ложится именно на белую подложку. Так он ещё больше сияет. И если на первых двух клиентках, на которые я наносила на розовую подложку, этот гель-лак выглядел розово-оранжевым, то на белой подложке он чисто розовый. В тренде у нас по-прежнему ещё пятна. Пятна и веточки. И мы их и рисуем. Вы заметили, что я давно не рисовала китайскую роспись, потому что очень часто некоторые зрители пишут, что это колхоз и всё такое, и прошлый век. И волей-неволей начинаешь перенимать их точку зрения, хотя я считаю, что китайскую роспись можно обыграть и сделать её современной. Но с волками жить по волче выть, извините, я просто не могла другого сравнения найти. В общем, я автоматически заражаюсь мнением зрителей. Если многие пишут, что это колхоз, я уже на это тоже смотрю, как лохоз. Я имею в виду обилие цветков и художественную роспись на ногтях. И вот такой результат у нас получился. Все мои клиентки работают в одном месте, кажется. Ну, две-то уж точно. Я знаю, что работают в одном месте. Вот они удивятся, когда встретятся и увидят одинаковый цвет. Ну, вот на этой клиентке, конечно, заметно то, что кутикула не совсем убрана. Но я вот последний раз себе делала маникюр и тоже не убрала кутикулу. Так её в жизни не видно совсем. Она как-то сама, что ли, стирается со временем. В общем, ладно, никто из клиентов по поводу кутикулы меня ещё не ругал. Поэтому свою работу я сделала. И на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам яркого, тёплого лета, хорошего настроения, здоровья. Всем пока!